Привет, ребят! Добро позвать обратно на мой канал, на наш уже канал. Это моя мама, Анжелика. Здравствуйте. На этом канале каждую субботу у нас выходят свежие гадания на интересных публичных людей. Очень многие спрашивают, как связаться с мамой. Я оставлю телеграмм ассистента мамы Екатерины в описании к этому ролику, поэтому все дела через Екатерину. Очень многим нравятся такие видео, поэтому не скупитесь на лайки, подписывайтесь, что у нас здесь каждую субботу новое видео. А сегодня мы погадаем на очень интересного человека. Сергей Лазарев. Интересный в каком смысле? Я сейчас объясню. Потому что человек очень скрытный. И поэтому, чем скрытнее человек, тем интереснее, наверное, на него погадать. Поэтому давай погадаем на Сережу Лазарева. Меня заблокировал в инстаграме. Не знаю почему. Я так к нему все хорошо относился. Кстати, у меня есть мой канал сплетен новостей. Ссылочка будет обязательно в описании. Подписывайтесь. Видео там выходит каждый день, а то и два раза в день. Обязательно подписывайтесь. Сережа Лазарев. Жизнь его. Вот реалии. Ой. На срезе у нас сразу башня. Кстати, кто энтузиаст Таро, кто гадающий, кто практикующий Таро. Пожалуйста, прокомментируйте, как бы вы гадали и интерпретировали карты. Это очень интересно читать в комментариях. А вторая карта на срезе у нас двойка мечей. Ну, он упал с Олимпа, скажем. Я не думаю, что это упал с Олимпа. Мам, карта эта читается немножко по-другому. Но это башня. Он пока себе разрушил все. А теперь он в маске. Мам, эта карта не в маске. Ты знаешь, как читается двойка мечей. Это сложный выбор. Это сложно держать позицию. Ты не читай эту карту. Я понял, ты где-то вот сообразила себе двойка мечей. Это в маске. Прочитай карту вот правильно. То, что он разрушил у себя. Он сел к этому спиной. Но он вынужден закрыть глаза. То есть он наденет... А мечи ты упорно игнорируешь. Ей сложно держать в такой позиции мечи. Правильно? Мам, прочитай карту нормально. Нет, сыночек. Он в маске. Разве мысли, значит, в маске в каком смысле? Он сейчас не тот, что есть на самом деле. Окей, ну это, наверное, это его кредо по жизни, мне кажется. Ну, может быть. Но не надо было разрушать, чтобы потом надевать маску. Ну, посмотрим. Ужасный срез, прям кошмарный срез. Но сейчас у него не лучшее время, скажем. Ну, это сейчас на его реалии гадаем, да. Сейчас у него не лучшее время. Выберешь. Королева Пентакли. Ну, ты выбрал карту, которая достаточно денежная она. Но он, ну, скажем, у него больше не то, что женского начала. Он очень мягкий человек. Не знаю. Ну, я не знаю. Я просто реально не знаю. Я не знаю. Не очень мужской характер у него. Но он тоже к ситуации селит спиной. Те же будут разворачиваться ситуации. Что у Сергея сейчас происходит? В жизни. Вот прямо сейчас, да. Это у нас шестерка бастонов. Он вообще по жизни победитель. А сейчас он ждет еще какую-то хорошую весть. Еще какую-то хорошую весть. Двойка мечей. То же самое. То, что выпало на срезе, он сейчас свое положение немножечко скрывает. Потому что она... Сложная. Ему сложно. Сложная ситуация. В сложном моменте по раскладу. То есть те проблемы, которые на него обрушились, он никак не реагирует. Он просто сел к этому в спину. Семерка бастонов. Это у нас, как считается линия? То, что есть сейчас. Это. То, что нежелательно. Голова, ноги, сердце. Да. Он вообще по жизни одинокий человек. Он такой, ну, может быть, в шоу-бизнесе он и на виду, а по жизни он одинокий человек, потому что не раз уже обжигался. И он на всякий случай... Защищается. В позиции защиты. Если даже где и не надо. То есть враги у него там, что их не видно. Обжегшись на молоке, на воду дуем. Да. Это у нас восьмерка кубков. А у него такие мысли, что он может даже и уйти с того места, где он сейчас находится. Не сам, а сделав выводы, что ему надо уйти. Хотя бы, может быть, на какое-то время. Но уйти. На сердце императрицы. Ну, возможно, это мама. Это и мама, а может быть, мама его детей. И это здесь при чём? Но ведь это императрица. А как ты её прочитаешь иначе? Но это главный аркан. Как его можно прочитать? Не обязательно же это женщина. Это только женщина. Это только женщина. Это только мать. Это та, кто имеет всё. Она в расставленном состоянии. Что у него сейчас нежелательно в его жизни? Тройка мечей. Он не один раз уже обжёгся, и не один раз он уже получил удар. И такой прямой удар, который сейчас есть на самом деле. Это в смысле любви, в смысле чего? Что сейчас нежелательного? В смысле новостей, скажем. Это же Ганец. Понимаешь, те вести, которые были хорошие, они вдруг стали плохие. Привели к плохому. Привели к плохому. Мак. Можно сказать, доигрался. Что ему пришлось сесть так. Он вызвал огонь, скажем, на себя. Неприятности на себя вызвал сам. И здесь он один, и здесь он один. Это его решение, скажем. Паш мечей. Его одолевают очень-очень плохие мысли, и поэтому он в пузе защиты. Но кроме себя самого и, может быть, вот, может быть, мама. Его никто не понимает. Его никто не может защитить. То есть мы... Сам один. Один с проблемами. Да. Это у нас Иерафант. Иерафант, он сам себе сделал урок. То есть, если он уйдёт, то это по социуму. Это что значит? Он вынужден будет уйти. Но для него это урок. Восьмёрка бастонов. А вообще, он находится там, где он живёт? И не знаю, где он живёт. В Москве, не знаю. Или он всё-таки, может быть, даже два месяца спустя, это вот восемь, может быть, недель, он уже около мамы. Скажем, около мамы. Но это не может быть женщина. Это в возрасте женщина. Что у него вот по этой ситуации сейчас в голове? Туз мечей. Ты понимаешь, мечи мечам рознь. Если у него было плохое, то он сейчас ищет возможность одну, единственную, как бы это всё правильно исправить. Потому что этот меч и карающий, и... Прорубающий дорогу. Как это можно сказать? Он может и помилован быть, и наказан может быть. Не, ну это не помилование наказан, это возможность. У него... Вот он ищет возможность. Но её надо как-то... Вычленить. Использовать. Пятёрка Пентакли. Незавидное у него сейчас положение, потому что он в такой, в плохой стагнации. Он сейчас проходит плохой путь по тройке мечей. Мечей. Вот. А на фокусничал он сам. Мечи, 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 мечи. Четыре меча. У него сейчас незавидное положение. Незавидное. Но он этот путь должен пройти. Королева кубков. Понимаешь? У него такие советчики, всё-таки женщины. Не мужчины, а женщины. Те, кто ему желает добра. Чтобы он не был один. Это всё-таки вот карта, кубки, это вообще дипломатические вещи. Он должен как-то извернуться, чтобы у него ушли плохие мысли. Плохие мысли. Рыцарь Пентакли. Это вот что ему нужно сделать? Вынужденная остановка. Вынужденная остановка. Вынужденная остановка. Он что-то накуролесил, получив урок. И сейчас ему надо немножко просто затихнуть. Карта смерти. Он боится другого, что он возьмёт паузу надолго, если не навсегда. То есть третьей карты, видишь, плохой путь, выбранный по дурной карте. Понимаешь? Здесь не надо поддаваться порыву какому-то, да? Потому что вынужденная сначала пауза, и она плавно переходит в сердце. В большую жирную точку. Ну как? В конец. В конец. Что его сейчас беспокоит? Вот при таком раскладе. Из-за чего у него проблемы? Из-за чего у Лазарева проблемы сейчас? А у него проблемы? Проблемы. Это у нас девятка Пентакли. Ну, не знаю, людей высокого класса, скажем так. Может быть, он, вот насколько я знаю, вот эти порывы, они были неправильные. Он подумал, если можно тем, почему нельзя мне? Так думаешь, да? Да. Если можно кому-то, почему нельзя мне? Но у него же разные... Это такая взрослая женщина. Шестёрка кубков. У него двое деток, да? Двое деток, мы ему. Двое деток. Ну, может быть, они ему дадут какую-то силу, чтобы выйти из этого дурного положения. Оно уже вынужденное. Не надо было сидеть. Мне кажется, не они дадут силы. Они ему силу дать не могут. Я думаю, из-за них. Из-за них, да. Если был один, другая была бы ситуация. А детки, они всё-таки заставляют думать прежде всего о них. О них. О них. Тем более детки там маленькие. Тройка Пентакли. Он, наверное, возьмёт паузу, просто уедет к своей родной семье. Насколько я понимаю, у него это брат, наверное. И ничего не знаю. Вообще ничего не знаю. То есть он хочет поехать на маленькое восстановление вот в семью. А ему больше не хватит. А иначе, если прочитать карту? Он не может работать один с плохими мыслями в коллективе. Ему надо взять паузу, чтобы немножечко устаканилось всё, понимаешь? А работает он филигранно. Он работает филигранно. Четвёрка Бастона. Может быть, это и дом родной. Нет, не дом родной. А с плохими картами это может быть тюрьма. Это может быть тюрьма. Он её боится. Из-за этих мечей, из-за этой паузы. Ведь у него же просто вынужденная пауза. Я не знаю, пауза у него или нет, но вот мы спрашиваем, нам говорят. Это плохой путь в дом. В дом, да. Но это точно не отчий дом мой. В дом. И здесь в доме может быть пауза. То есть точечка какая-то, да. Причина такой большой остановки. Двойка Бастонов. Ну вот по картам, чтобы вот это всё исправить, ему нужно просто уехать. В другую страну. В другую страну. Да. В другую страну. Ты спросила, из-за чего у него такая остановка? Может быть, потому что он планировал уехать в другую страну? А он вынужден будет уехать. Я так и думаю, да. Он будет вынужден с высоты своего положения. Он же заметная фигура. А получится то, что он задумал, как выйти из этого положения? Получится ли у Сергея то, что он задумал, как выйти из этого положения? Пятёрка кубков. У него настолько ужасный сейчас в жизни период. Вот только сейчас, когда это всё пришло, он может снять розовые очки. Только сейчас. То, что делают другие, это их дела. А у него путь скорбный и печальный. 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 Какой-то просвет есть, но это настолько маленький период. А рыцарь кубков? Он такой нерезкий человек и принимает решения не такие серьёзные. Вот когда в порыве у него такие сильные решения. А потом уже после драки кулаками не машут. Сейчас уже дипломат, не дипломат. Это что-то уже сделано. И сделано плохое. Двойка кубков. Ну, может быть, он встретит таких любезных людей, которые помогут ему. А может быть, в паре с кем-то? Потому что это карта любовь, мам. Это любовь. Может быть, здесь не любезные люди, а может быть, он поможет ему теоретически. Его парень, сейчас надо будет спросить. Может быть, в этом плане? Может быть, это тоже его спасение быть в паре. В паре, да. Это не любезные люди, это любовь, мам. Ну, вот там семья была, да. Это у нас восьмерка Пентакли. Тюрьма, что ли? Ну, это карта тюремная. Вот странная. Ну, да. Вот ты понимаешь, вот... Плохой путь. В дом. В дом. В тюремной. И поэтому, может быть, будет пауза. Но это у него пройденные уроки. Здесь нельзя было так. Может быть, знаешь, может быть, не пройденные уроки, а его нам научат жизни. Это восьмерка Пентакли. Это тюрьма. Ну, мам, ну вот плохая дорога в дом. А потом эта карта подтверждает. Ну, как? Ну, печально. Печально. Знаешь, что печальненько? Когда в наше время, в России, можно в этот дом уйти, запуск в Инстаграме. Вот это печальненько. Там же не то, что он украл на миллион. Хотя, расследование сколько было, что его парень там воротил эти финансовые пирамиды. Там ко всему можно прибороться. Понимаешь? Уходит, уходит. Шестерка печи. Ужасный расхват у него. Ему надо хотя бы на немножко уехать. Знаешь, я думаю, он хочет уехать, а не получится у него уехать, мне кажется. Ну, это обратная дорога. Обратная дорога, мам. Он хочет, а обратная дорога у него все равно. Не получится. Знаешь, обременен детками? Неимоверно. Неимоверно обременен детками. Вот по картам у него везде как будто бы выхода нет. Потому что у него такая вынужденная пауза. А сделал он ее по башне? Сам. Сам он все это сделал. Своими руками, своими мыслями. Что ему сейчас делать конструктивнее? Карта юстиции. Ему нужно идти и утрясать свои юридические бумаги. Правильно. Просто в точку. То есть там надо как-то прийти в равновесие. Это серьезная карта. Вот, знаешь, вот эти были предкарты, да? А вот тебе что делать? Надо идти и утрясать это все. Утрясать это все дело. Это должна быть сделана умеренность карта. Но сейчас пока не время. Пока его не вызывают там или что-то, да, ему надо сейчас просто как-то протянуть время, ссылаясь на деток. Мне кажется, не ссылаясь на деток, а из-за деток. Из-за деток. И все-таки дети – это плюс. В его положении особенно. Десятка бастонов. У него такое положение, что он ничего не может сейчас бросить. Ни работу, ни детей. И как вот это исправить? Это все будет на фоне того, что у него руки связаны. Это тяжелая, прямо у него сейчас тяжело, ему надо пахать. Ему некому отдать, чтобы было как-то полегче, да? И он такой человек, ну, скажем, самостоятельный. Он ничего не бросил. Что же ему делать? Дьявол. Дьявол там, где тюрьма, плохие вещи, пауза. И все это из-за социума. Сейчас такие вещи делать нельзя. И как ты прочитаешь карту дьявола? Что ему делать? Заключать сделку с дьяволом? Не то, что сделка с дьяволом. Это такая карта, это уже по дьяволу его последствия. Я понимаю. Ты спросила вопрос, что ему нужно сделать? Ну, не заниматься, может быть, излишеством? А что по дьяволу? Что делать нужно? Выпадает карта дьявола. А давай его накроем. Ну, накроем. Дьявола. Давай сейчас вот сюда, и потом. Что это за дьявол? За дьявол, да. А может быть, это его демоны? Не знаю. А может, его демоны? Которые еще бывают хуже, чем настоящие дьяволы. Да, что же ему сделать по осеркве? Шестерка Пентакли. Или уйти туда, или откупиться. Откупиться. Эта карта, откупиться ему надо. Что значит у него дьявол? Вот этот вот дьявол. А может быть, он подумал, что ему можно... Нет, ты задал вопрос иначе. Не что он подумал, что ему подумал, мы уже задавали вопрос. Что нужно было сделать? Вышел дьявол. Что за дьявол? Что это за дьявол? Расшифровать его. Это у нас королева мечей. В его случае нельзя было рубить с плеча. А я думаю, мама, знаешь, что это? Я думаю, в данном случае, вот как я ее вижу, да, это типа юстиция. Юстиция одну. Фемида. Но здесь он может из бабочки сразу превратиться опять в гусеницу. Это такая серьезная вещь. А рыцарь бастонов. Ну, понимаешь, у него такие принципы, что он, в принципе, не может идти против себя, а придется. Я не хочу говорить теперь, что это такое. Почему, говори, злоупотребляет чем-то? Ну, я думаю, да. Звезда. Ну, ради того, чтобы у него звезда опять вошла на небосклон, ему надо будет, вот как ты говоришь, сделать... Девятка бастонов. Все-таки он из этого положения выйдет, понимаешь? А я думаю, нет. Выйдет, сыночек. Он уже много сделал, чтобы выстроить себе защиту. Он просто, когда вот эту ерунду делал, он был... Ну, как ты одной картой говоришь, он сможет, и ситуация выйдет, когда тебе расклад просто ужаснейший. Ну, вот он вот этим дьяволом пробил себе всю защиту, которую он раньше выстраивал. Ну, вот что такое дьявол? Он, значит, сделал из рук вон какой-то поступок. Да. Из рук вон. Я не вижу, как он выйдет из этой ситуации. Ты этим просто накрыла дьявола. Это не была часть расклада, понимаешь? Итак, как ему выйти? Не надо повторять по кругу, как ему выйти. Мы уже задали этот вопрос. Что ему сделать? Вот тебе вышло. Откупиться, юститься, утрясать. Этим дьяволом нужно дела иметь, и ему очень будет сложно, и нужно прожать, пахать. Мы задали вопрос. Давай по кругу один тот же вопрос задавать. Кошмарное у него гадание. Кошмарное. Чем все закончится? Мы уже задали, что он думает, что боится, что нужно делать. Вот чем закончится вот этот вот кошмар? Чем закончится у Сергея Лазарева весь этот кошмар? Башня. Вот все-таки она вывалилась. Но долго не закончится. Да, мам, если вообще закончится. Если вообще закончится. Мы тоже развали то, что нужно. Нет, чем закончится? Закончится, первое падает. Башня. Ты сейчас не пытайся, знаешь, как-то вытащить. Страшный суд, карта. Башня. Страшный суд. Дьявол. Да это же кошмар какой-то. Все-таки он будет под какими-то, может быть, закрептами. Там, для меня, король Бастон. Он понимает, кому он сделал больно. Однозначно. Там есть какой-то человек, который за его проблемами стоит. И наблюдает. Это такое... Серьезное что-то, да. Двойка Пентакли. А ему тоже предоставят выбор. А я думаю, выбор вот здесь однозначно у него будет. Но закончится это все плохо. К сожалению. Десятка мечей. Ой, все плохо закончится. Спасибо, просто испортил. Все сам сделал. Все своими руками. Все своими мыслями. Все себе сделал не так. Что конкретно? Вы знаете, вот интересная была битва экстрасенсов. И там была гадалка. Цыганка. И она гадала на Таро. Мы не думаем, не вкладываем в Таро магический смысл. Но вот она вытаскивала. Она очень хорошо гадала на Таро. Все мы знаем. Изоблачение битвы экстрасенсов. Это мы все сто раз смотрели. Идущие к черту. Но она очень интересно отвечала. Когда, например, была ситуация. Вот что произошло здесь? Она вытаскивает. Здесь человек скончался. Как скончался? Она говорит, я вам не могу сказать, как скончался. Это карты Таро. Они не говорят. Веревка, пистолет, вода. Я не знаю, что там. Она говорит, я не знаю, как он. Ну, у меня я вижу. Карты Таро не могут вот в деталях рассказать вам точную историю, что у вас болит спина. Поэтому что произошло, мы не знаем. Но что-то произошло настолько ужасное, что финально, вот на вопрос, чем это закончится, вышла башня в хорошей стороне. На сердце вышли 10 мечей. И здесь, в плохой стороне, вышел страшный суд. И этот выбор ничему ему не поможет. К сожалению. Ничего. И вот какой-то человек, король Бастонов. Это все делает. Прям, знаешь, кому-то прям серьезно перешел. И прям, не знаю, перешел дорогу. Или что-то сделал вот в таком контексте. Ужаснейший расклад. Я думал, сейчас сядем на Лазарева, погадаем. Про любовников. Про какой-то это. Какой-то кошмар вышел. Ничего. Только мама и детка. Вот вышла вот эта вот тема какая-то. Вот эта любовь вышла какая-то. Вроде как что-то поможет. А мама, а с такими картами ни один этот. Никто тебе не поможет. Ну, там это очень много. Я кошмар не расклада не видел. Чем закончится башня, десятка мечей и страшный суд в плохой стране. Да это же кошмар какой-то. Вот его путь к страшному суду. К страшному суду. И дьявол, и это. И это полколоды. То есть не то, что мы выложили всю колоду. Что-то даже. Это полколоды. Вон, полколоды осталось. Интересно послушать, как вы трактуете данные. Очень интересно послушать про текущих тарологов. Всегда читаем комментарии. Такие очень ценим. У кого вопросы к маме? Ассистент Екатерина в описании. Спасибо всем за внимание. Но гадание печальное. Ужас. Не печальное. Это ужасное. Это самое ужасное гадание, которое мы делали. А мне его жалко. А мне, мам, а я тебе говорю. Было бы он жертва обстоятельств. По картам все сам сделал. Застелил постель, тебе в ней лежать. Все. Никто здесь не... Не было ни людей, которым он перешел дорогу. Ничего не было такого. Были его прямые действия, решения, мысли и его дорога, которую он прошел. Вот как надо прежде, чем что-то сделать, надо семь раз подумать. Мам, знала бы, где падать, соломку бы стелила. Но вабанк здесь идти нельзя было. Кто знал? А кто не идет вабанк, не пьет шампанское. Такое тоже есть. Хороший, легитим. Всегда. Не всегда. Вот такое вот мнение. Спасибо за внимание. Скажи, поставьте лайки. Скажи. Ну, ты мне всегда говоришь, что надо, что надо сказать. Поставьте лайки. Присыпка к действию. Лавки. Лавки. Можете сначала поставить лавки, сесть на них и поставить лайки. А я думаю так. Ставить лайк, это значит говорить просто спасибо. Спасибо. Кстати, логичная тема. Можете отблагодарить нас также донатом через суперспасибо. С русского сегмента у нас не идет ноль монетизации. Поэтому гадаем для ваших 20 минут. Приятная беседа. Надеюсь, сегодня был ужасный рассказ. Спасибо всем за внимание. Увидимся обязательно в следующую субботу. Расклад будет еще интереснее. Персона будет просто шикарная. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok